Молниеносная и предельно жесткая реакция Москвы на провокационный и оскорбительный демарш президента Соединенных Штатов Джо Байдена, позволившего себе в телевизионном эфире совершенно недопустимые высказывания и прямые угрозы в адрес главы нашего государства, не может не радовать. Есть пределы, переходить которые нельзя позволять никому, а уж лидерам явно недружественных стран, страдающих неизлечимой манией величия, тем более. Отзыв из Вашингтона российского посла является по дипломатическим меркам шагом более чем серьезным. В истории имеется множество примеров ситуаций, в которых следующим этапом конфликта становилось объявление войны. Что происходит сейчас и к чему может прийти новый виток конфронтации между США и Россией? Милый песик. Но безмозглый. Начало президентства Байдена было омрачено незначительным, на первый взгляд, но весьма показательным инцидентом. Одна из притащенных им в Белый дом овчарок, ни с того ни с сего, накинулась на сотрудника охраняющей резиденцию главы государства секретной службы США. Покусала изрядно, судя по тому, что скандал не удалось замять. Следует отметить, если так себя ведет не пес бойцовый, в которых агрессия, в том числе и немотивированная, зачастую заложена на генетическом уровне, а представитель породы, считающийся в собачьем племени, одной из самых умных, значит эта особь либо фантастически глупа, либо попросту не воспитана. Скорее всего, в данном случае, налицо второй вариант, поскольку, по признанию самого Байдена, герой этой истории по кличке Мейджор, сейчас проходит курс дрессуры у профессиональных кинологов. А вообще-то, по словам президента, он милый песик и его все любят. Да, может и милый. Только безмозглый и нуждающийся в хорошем уроке. Я совершенно не случайно начал свой материал с этой истории, ассоциации, простите, уж слишком очевидные. Брошенные в мир сотен тысяч голубых экранов и компьютерных мониторов, тяжкие обвинения и обещания заставить кого-то заплатить за несуществующие преступления. Это та самая совершенно немотивированная агрессия, совершив которую даже собака получает репутацию неадекватной. Что уж говорить о человеке, тем более, лидере огромного государства. Никто из представителей официальных властей России не позволял себе ничего подобного в отношении кого-либо из руководителей Соединенных Штатов. Да, в Кремле неоднократно заявляли о серьезнейших разногласиях с Вашингтоном, в том числе и с новой его администрацией, в последнее время достигших критического уровня, по словам того же Дмитрия Пескова. Однако, при этом ни разу не переходились границы этикета, не нарушались рамки приличий и даться списать все на преклонный возраст оратора и, возможно, связанные с ним необратимые изменения в психике и умственных способностях, на которые неоднократно намекали, а то и прямо указывали политические оппоненты Байдена во время предвыборной гонки. Ничего подобного. Это, увы, лишь прорвавшийся перед телекамерой нарыв всеамериканской агрессивной русофобии, доведенной в последние годы до последнего предела. Не так давно, уже в нынешнем году, всемирно известной социологической службой Гэллоб, было проведено исследование того, как жители Соединенных Штатов относятся к представителям различных стран мира. Не политическим лидерам, а самым обычным рядовым гражданам. Так вот, согласно данным опроса, к России и русским США, негативные чувства питают 77% респондентов. При этом 36% из них воспринимают нашу страну крайне негативно. Попросту говоря, видят в ней смертельного врага. И это абсолютный рекорд, начиная с 1989 года, когда впервые состоялось подобное изучение общественного мнения. Начатое с определенного момента целенаправленная и всеобъемлющая кампания по демонизации и очернению нашей Родины, судя по всему, достигла тех задач, которые ставились ее инициаторами. И вот это, пожалуй, самое страшное. Американцы морально готовы начать убивать нас. Любые агрессивные действия Вашингтона против России будут восприняты ими, если не с восторгом, то с полным одобрением. Это еще не война в полном ее понимании, но уже однозначный не мир, когда в оппоненте видят пусть и чужого, но человека. А Джо Байден, всего лишь плоть от плоти, ставшей предельно враждебной нам Америке, ее главный рупор и выразитель мнения. И, увы, человек, имеющий возможность принимать решения, после которых обратного пути может уже не быть. Его вызывающие речи – лучшее тому доказательство. Демоны на пороге России. Увы, мистер президент не сболтнул лишнего. Это подтверждается тем фактом, что в день его провокационного интервью, Министерство торговли США объявило о расширении антироссийских санкций, введенных в свое время за отравление скрипалей. Речь идет о полном приостановлении тех исключений, которые были сделаны относительно экспорта в нашу страну любой продукции оборонного, а также и двойного назначения. При этом американские чиновники, конечно же, не удержались от изрядной порции нравоучений и очередных бездоказательных обвинений в применении нервно-паралитических веществ против диссидентов, имея в виду, очевидно, также и отечественного отравленца Навального. То, что поводом для нового демарша выбрана одна из самых надуманных и к тому же уже изрядно замшелых антироссийских провокаций, демонстрирует, помимо прочего, намерение Вашингтона действовать по принципу, что хочу, то и ворочу. Ничего, впрочем, нового. Как уже было сказано выше, оголтелой русофобией насквозь пропитаны все эшелоны тамошнего политического истеблишмента. Высшее военное руководство, увы, тоже. Объявление нашей Родины не менее чем экзистенциальной угрозой для самого существования США, равно как и его союзников. Звучащее из уст главы Европейского командования США и Верховного главнокомандующего Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе генерала Теда Уолтерса, это уже точно не поток сознания маразматика, не контролирующего себя. Это позиция, причем позиция, которую ее носители готовы подкреплять эскадрильями, авианосными ударными группами и мегатонными. Несмотря на делавшиеся ранее тем же Джо Байденом заявления о том, что санкционировать применение силы на международной арене он намерен исключительно в самых крайних случаях. Последние действия Пентагона показывают совершенно иные намерения США, К огромному сожалению, речь идет о вещах, двойного толкования недопускающих и наводящих на вполне конкретное время из Европы поступил целый ряд сообщений о передислокации армии Соединенных Штатов непосредственно к границам России наступательных вооружений, предназначенных для нанесения столь любимых американскими стратегами упреждающих и обезоруживающих ударов. Так, начальник штаба сухопутных войск армии США генерал Джеймс МакКонвилл заявил о создании некой многопрофильной оперативной группы, в которую, по его словам, должны войти гиперзвуковые ракеты, ракеты среднего радиуса действия и системы высокоточного удара, способные обеспечить точное поражение целей на дальних дистанциях. По оценкам военных экспертов, речь идет о размещении Пентагоном баллистических ракет среднего радиуса действия на территории Польши или Румынии, а скорее всего, в обеих этих странах. В той же Румынии, насколько известно, уже вовсю идет развертывание тактических ракетных комплексов Химарс, причем разместить там американцы намерены не менее 54 пусковых установок, а не 18, как было запланировано изначально. При этом следует помнить, что помимо штатных боеприпасов, эти комплексы могут также быть оснащены оперативно-тактической ракетой М-57 Атакмс, способной поражать цели уже на гораздо большем расстоянии. При этом никто даже и не пытается скрывать, что румынская группировка Химарс нацелена непосредственно на Крым и базирующиеся там силы российской армии и военно-морского флота. Не менее вдохновляющей новостью является переброска в Польшу в рамках операции НАТО «Атлантик Резолф» авиационного подразделения 1-й пехотной дивизии армии США с примилым официальным названием «Бригада демонов». И это, к сожалению, не черти рогатые, а 50 ударных вертолетов А-60 Black Hawk, 10 CH-47 Chinook и 25 AH-64 Apache. Зачем эти силы так срочно понадобились американцам на западной границе России? И уж совсем вопиюще выглядит недавняя публикация в Forbes хвостливых обещаний того, что скоро непобедимая американская армия при поддержке союзников по НАТО сможет тысячами уничтожать русские и китайские танки, ракеты и самолеты. Изданием рекламируется некий гениальный план «Ассолдбрейка-2», являющийся, по сути, перелицованным вариантом траченных молью бредней стратегов Североатлантического блока во времена Холодной войны. Тогда они мечтали одним могучим ударом смести с лица земли СССР и все страны организации Варшавского договора, но благоразумно не осмелились даже попытаться воплотить собственные фантазии в жизнь. Малозаметные крылатые ракеты, суперсовременные бла-убийцы, сверхразумные бомбы типа Голден Хорд. Все это, тщетно рассчитывая на легкую и быструю победу, снова собирается обрушить на наши города страна, чей президент позволяет себе выпады против президента России, тем самым подводя обоснования под собственные агрессивные намерения и планы. В то же самое время, Государственный департамент США делает не менее вызывающие заявления, провозглашая, что работать с Россией, Вашингтон намерен исключительно во имя продвижения американских интересов и привлекая ее к ответственности за злонамеренные действия, за предельные высокомерие и наглость. При этом в Газдепе говорят, что понимают, на что способны русские. Да нет, похоже, как раз совершенно не понимают. Потому и ведут себя так, словно твердо вознамерились сломить нашу страну силой и поставить на колени. Это еще не война, к счастью. Однако и о мирном сосуществовании с Соединенными Штатами речь вести более вряд ли уместно. Сложно сказать, что будет дальше, однако так близко к прямому столкновению наши страны не стояли уже давно.